Здравствуйте! В студии Ирина Матюшенко я расскажу о главных экономических темах дня. Экономика должна быть экономной. Руководство Транснефти соберется, чтобы порезать бюджет. Ставки сделаны, ставок больше нет. Начнется заседание ФРС США. Fallout против Call of Duty и GTA. В Лос-Анджелесе открывается выставка производителей видеоигр. Президент Финляндии едет в Москву. Саули Нинисти и Владимир Путин собираются обсуждать геополитику и экономику. Санкции Евросоюза и ответные меры России негативно сказались на торговле между двумя странами. Максимумов 22,5 миллиарда долларов торговый оборот достигал в 2008-м. В кризис показатели просели, но затем удалось выйти на уровень 18 миллиардов. В 2014-м вновь все пошло на спад, а за первый квартал этого года экспорт из Финляндии в России упал на треть – до 700 миллионов евро. Продукты питания – вторая крупнейшая статья финского экспорта, а ввоз многих их видов из ЕС запрещен. Россия продает в Финляндии в основном сырье. Из-за падения цен на сырьевые товары объем экспорта составил 1 миллиард 800 миллионов евро. Это на четверть меньше, чем в первом квартале 2014-го. Сегодня Совет директоров транснефти будет обсуждать, как сокращать расходы. Дешевое сырье заставляет многих нефтяников оптимизировать бизнес и снижать капзатраты. Например, Роснефть планирует снизить их в этом году на 30%, Лукоил – на 20-25%. А вот Газпромнефть наоборот. Капитальные затраты компании за первый квартал подскочили на 45% – до 70 миллиардов рублей. Из них львиная доля – 50 с лишним миллиардов – вложена непосредственно в разведку и добычу. Башнефть за первые три месяца этого года также увеличила расходы на треть – до 12 миллиардов рублей. Только в добычу на новом месторождении Трепса и Титова компания собирается вложить 20 миллиардов. И сегодня заработает новый международный аэропорт в Калуге. Первый рейс будет в Санкт-Петербург, а вот первым курортным направлением станет Сочи. Вылет 20 июня – цена билета от 8,5 тысяч рублей. Причем власти Калужской области ведут переговоры с Росавиацией о субсидиях, так что можно ждать скидок. В планах аэропорта 15 международных направлений, включая Анталию, Хургаду, Париж, Мадрид и Мюнхен, а также 11 внутренних. В этом году планируется перевезти 77 тысяч пассажиров. Администрация аэропорта уже заявила о том, что организует дополнительные чартерные рейсы, если какие-то направления станут особенно популярными. Ровно год назад Федрезерв США сделал первый прозрачный намек на повышение основной ставки летом 2015-го. И сегодня стартует двухдневное заседание американского регулятора. Всемирный банк и МВФ советуют ему повременить. Не так давно в первом квартале ВВП США еще был в минусе, а первая позитивная макростатистика начала поступать только в апреле. Практически нулевая ставка действует с 2008 года. В МВФ опасаются, что восстановление экономики США быстро прекратится, если перекрыть поток относительно дешевых долларов. Кроме того, ФРС никак не удается добиться двухпроцентной инфляции, даже при мягкой монетарной политике. В июне это точно не произойдет. В июле вероятность тоже не высока. Разве что июньская статистика окажется запредельно позитивной. Возможно, это произойдет в сентябре. Это гарантирует рост доллару, потому что инвесторы пока в неопределенности сентябрь или декабрь. Так что повышение не заложено в котировке. Латвия собирается потребовать от Евросоюза компенсацию за шпроты, от которых отказалась Россия. Сегодня министр земледелия Янис Дукловс будет обсуждать этот вопрос в Брюсселе. Россия отказалась от латвийских консервов с 4 июня. При этом половина рыбного экспорта страны идет именно в Россию. А если говорить о шпротах, то это вообще 90%. Рига оценивает убытки в 100-200 миллионов евро в год. При этом найти другие рынки сбыта невозможно. Европа, рижские шпроты не жалуют. Белоруссия объявила о запрете на поставку латвийских консервов. Помимо компенсации от ЕС, Латвия думает об ответных мерах в адрес России. Один из депутатов Сейма предложил эмбарго на ввоз российских крепких напитков. Сегодня в Лос-Анджелесе открывается Electronic Entertainment Expo или Е3. Крупнейшая в мире выставка производителей видеоигр. В прошлом году ее посетили 50 тысяч человек. Попасть туда можно только по бесплатному приглашению. Но всего за два дня город получил 40 миллионов долларов в виде дополнительных продаж из-за наплыва гостей. Хитом выставки этого года обещает стать продолжение знаменитой саги Fallout. О ней пишут не только игровые издания, но и Forbes и Wall Street Journal. Предыдущая часть игры принесла своим создателям более 300 миллионов долларов только за первый месяц продаж.